Деловая столица, Украина. Южный фронт зимней войны. Как Украина готовится прорвать блокаду Газпрома? Александр Суков. Деловая столица, Украина. 22 августа 2019 года. Укртрансгаз и Молдавагаз утрясли технические вопросы, которые позволят уже с 1 января 2020 года запустить новые мощности по импорту газа в Украину из Румынии на базе системы трансбалканских трубопроводов по трубопроводу Транзит-1. Как сообщил Укртрансгаз, главной целью этого проекта является диверсификация маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годы. Как ожидается, с 1 января 2020 года Россия может прекратить транзит газа через Украину, поэтому дополнительный маршрут реверсных поставок газа на украинскую территорию критически важен. Укртрансгаз сообщил, что этот проект позволит импортировать из Румынии около 1,5 миллиарда кубометров газа в год, и при этом независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины. С учетом того, что в 2018 году Украина импортировала из Европы 10,6 миллиарда кубом, румынское направление может обеспечить около 14% нынешнего годового объема импорта. Транспортировка газа из Румынии будет проходить через точку на румыно-украинской границе Сакча-1, Орловка по магистральным газопроводам раздельная, Измаил и Шебелинка, Днепропетровск, Кривой Рог, Измаил. Чтобы запустить импорт газа в Украину по реверсу из Румынии, специалисты Укртрансгаза и Молдва-газа согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций, ГИС, Гребеники, Украина, и Каушена, Молдова, для работы в реверсном режиме, А Украина планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки и завершить реконструкцию ГИС-Гребеники до конца этого года. Таким образом, источники газа, который может транспортироваться по транзиту-1 в Украину, могут быть самыми разнообразными. Например, Румыния на сегодня практически полностью обеспечивает себя газом, импортируя лишь 10-15% годового объема потребления из России, но в будущем собирается развивать добычу газа на Черноморском шельфе и строит амбициозные планы стать крупнейшим производителем газа в Европе. В 10-летних планах у оператора ГТС Румынии, компания СНТГН Трансгаза, значится и такой пункт, как присоединение шельфовых месторождений Черного моря к трубопроводу Транзит-1. Однако есть и альтернативные Румынии варианты поставок газа в Украину по южному направлению. Например, Танап, или Трансанаталийский газопровод, который был запущен в июне прошлого года и позволяет поставлять газ из Азербайджана через территории Грузии и Турции к границе с Грецией. Азербайджан планирует по этому газопроводу поставлять в Южную Европу около 10 миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, еще одной альтернативой могут стать поставки газа через ЛНГ-терминалы. В Турции на сегодня уже построены два терминала суммарной мощностью 12 миллиардов куб. М-газа в год. В Греции есть свой терминал мощностью 5,2 миллиарда куб. М в год. Танкеры с ожиженным газом из Катары или США вполне могут там разгрузиться. Укртрансгаз еще в мае прошлого года монетарил рынок, чтобы оценить потенциальный спрос на газопроводные мощности для поставок газа из Румынии в Украину. В итоге 11 компаний высказали заинтересованность в том, чтобы в 2020 году прокачать в этом направлении по транзиту один почти 8 миллиардов кубов газа, а в 2023 году – более 10 миллиардов куб. М. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.